Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Купраж Дмитрий Владимирович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Ингельгарта РАН, руководитель Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины. Дмитрий Купраж окончил Московский физико-технический институт, где специализировался по молекулярной биофизике. Его научная биография всецело связана с Институтом молекулярной биологии, где он под руководством ныне академика РАН Сергея Недоспасова прошел путь от студента-практиканта до заведующего лаборатории передачи внутриклеточных сигналов в норме и патологии. Область научных интересов Дмитрия Владимировича – генетическая инженерия, молекулярная и клеточная биология, геномные исследования, модели заболеваний человека, иммунитет, раковые антигены. Он автор более 150 научных публикаций. Дмитрий Купраш в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Сегодняшняя программа – это, можно сказать, вести с передовой линией противостояния онкологическим заболеваниям. Вот свежее сообщение на эту тему. Исследователи из университета Миссури создали штамм сальмонеллы, который выборочно убивает раковые клетки. Они испытали этот штамм на модели ракопредстательной железы, которые трудно пытаются иммунотерапией ввиду какой-то своей особой иммуносупрессивности. Результаты этого исследования опубликованы только что в журнале «Онкотаргет». Речь пока, конечно, об экспериментах на мышах. Возможно, так она и останется на мышах, потому что это на самом деле уже не первая попытка вовлечь сальмонеллу в экспериментальную онкологию. Но наш гость сегодня представит подходы, которые имеют фундаментальное обоснование, при этом они уже вошли в клиническую практику и при этом они сохраняют свой передовой статус. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович, «Онкоиммунология от увлечения чудаков до медицинского министрима». Ну, почему я так назвал свой рассказ? Потому что онкоиммунология или раковоиммунология много, на самом деле, десятилетий пребывало в таком загоне. Идея о том, что иммунная система осуществляет какой-то надзор над опухолями, возникла в начале 20 века, и были на это вполне конкретные указания. Но потом по целому ряду фундаментальных причин не удавалось, так сказать, какие-то идеи по поводу взаимодействия опухолей и иммунной системы перенести на человека. Баладарская поговорка, если бы вы были мышью, я бы вас обязательно вылечил. На самом деле, как сейчас понятно, просто плохо понимали, как работает иммунная система. В иммунологии продолжают происходить совершенно фундаментальные открытия до сих пор. Они продолжают. Одна революция была на рубеже 20-21 веков, другая через 10 лет, сейчас следующая. И когда уже пытались активно применять какие-то иммунологические подходы к лечению опухоли, на самом деле понимали совсем плохо. Целых частей важных иммунной системы люди не знали, не понимали, не было инструментов, чтобы их узнать. И было ощущение, что все это не работает. Что это какие-то мечты, какие-то странные упражнения на мышиных моделях, а человеку от этого пророку мало, не нужно этим заниматься. Вот примерно лет 25 назад открыли те молекулы, за которые 2-3 года назад дали мобильскую курию. В 2017-м. И примерно лет... Чекпоинты. О них пойдет речь подробно. Они будут, конечно. Да, подробно. 8, по-моему, лет назад журнал Science официально признал раковую иммунологию прорывом года, потому что пошли клинические результаты. И сейчас это область, которая продолжает экспоненциальным образом развиваться. Чего придумывали на мышиных моделях, это просто невозможно даже специалисту охватить. Но есть, значит, целый ряд просто значимых успехов в клинике. До излечения по-прежнему очень далеко, но успехи реальные. Вот мы, значит, попробуем о них поговорить. Что мы знаем об иммунитете противозлокачественных опухолей? Мы знаем, что риск развития рака связан с иммунологическими реакциями, с хроническим воспалением и с инфекциями. Примерно 15-20% опухолей по статистике так или иначе связаны или с хроническими вирусами и инфекциями, вроде вирус папиллома человека или гепатита B, или с бактериальными. Например, рак желудка провоцируется хеликобактером. То есть здесь явная связь и молекулярный механизм этой связи тоже установлен совсем недавно, фактически в этом веке. Наиболее хорошо иммунная система контролирует вирусы опухолевирусного происхождения. У нас есть вирус очень распространенный, вроде вируса Эпштейна-Бар, которым в некоторых популяциях до 90% людей заражены. И всю жизнь здоровая иммунная система эти вирусы держит под контролем. И если это мутации, которые происходят в собственных клетках, они, как правило, менее иммуногенные, и иммунитету труднее с ними справляться. Если можно предотвратить заражение онкогенным вирусом, это лучше всего. Про это будет пара картинок, про то, какие здесь есть успехи. Еще одна концепция, которая возникла тоже уже в этом веке на основании довольно элегантных экспериментов на мышах, это то, что не только что иммунная система не просто контролирует опухоль, а активно меняет ее свойства. Опухоль, которая сумела начать расти и проявлять себя макроскопически в здоровом иммунокомпетентном организме, она очень сильно изменена относительно тех первичных клеток, которые трансформировались и начали вести себя зловредно. она активно уходит из... прячется от иммунной системы и задействует самое главное механизмы иммуносупрессии, который все... У нашего организма есть большой арсенал способов иммуносупрессии, подавления иммунного ответа, которая нужна, во-первых, во всяких барьерных тканях, в кишечнике, например, для иммунопривилегированных органов на гематоэнцефорическом барьере, при беременности, чтобы носить в себе 9 месяцев генетически чуждый организм, есть огромный арсенал подавления иммунного ответа. И опухоли, благодаря мутациям и изменению своей программы клеточной, все абсолютно эти механизмы умеют включать и задействовать. То есть опухоль превращается в такой коварный, иммунопривилегированный орган, который активно борется с иммунитетом. А крупный опухоль может запустить иммуносупрессию уже по всему организму. И вот эти самые механизмы иммуносупрессии, они, как выяснилось, могут быть мишенями для успешной иммунотерапии. Самый главный компонент иммунной системы, который дает основную защиту, это Т-лимфоциты. У нас будут картинки, на которых мы попробуем посмотреть более детально, как это работает. И если современные методы позволяют в точности узнать, на что именно в данной опухоли, у данного пациента его, те Т-лимфоциты, которые есть именно у него, реагируют. И если это, если такая комбинация находится, ее можно усилить терапевтическими вакцинами. Очень много было экспериментов по такой менее специфической вакцинации. То есть находили какой-то белок, который часто появляется в опухолевых клетках. Всех подряд пациентов с таким типом опухоли пытались иммунизовать, вакцинировать. И это работало плохо. А вот максимально персонализованная комбинация вакцин с отключением механизма фомоносупрессии, вот эта комбинация работает особенно хорошо. Значит, дальше у нас будет сюжет про то, что если Т-лимфоциты есть, а подходящей мишени нет, можно их перенацелить. очень много происходит всякого нового. Выясняется, что очень важную роль во взаимодействии опухоли с иммунной системой играют бактерии, которые называют красивым словом микробиом, то сообщество бактерий, которое в нас живет. Развивается направление онколитических вирусов, вирусы, которые прицельно уничтожают раковые клетки. Там тоже требуется персонализированный подход. Выясняется, что очень важен метаболизм вплоть до того, что больной ест. Это влияет непосредственно на то, как функционирует иммунная система. Экзосомы, маленькие пузырьки клеточной мембраны, меньше, чем клетки, которые могут в себе нести белки, РНК и всякие другие клеточные компоненты. Выясняется, что с их помощью раковые клетки тоже умеют действовать на свое микроокружение и создавать комфорт для себя и проблемы для пациента. В свою очередь ученые думают, как при помощи экзосом пытаться повернуть процесс в пять. Эпигенетика это то, что сверх, так сказать, мутации в геноме. Мутации в геноме хорошо научились смотреть, а какие с ДНК связываются белки и как они управляют работой генов. Это очень важно и это явно проявляет себя в том, опухоль. И это понятно меньше. На основании этого пока нет никаких лекарств. Но есть большая надежда. Вот. Значит, это одна из моих любимых картинок. Значит, надо понимать, что довольно долго в медицинской практике практически не было пациентов с сильно ослабленным иммунитетом, потому что не было антибиотиков. Они умирали просто. Люди с сильными дефектами иммунитета умирали в младенчестве. И не было хороших иммуносупрессоров, вообще не было практики трансплантации. поэтому не было пациентов, у которых иммунитет искусственно подавлен. Значит, разного рода данные такого рода начали появляться вот уже видите обзор. Да, 83-й год. Это одна из классических статей. Естественно, заметили это раньше, но какой-то материал для обобщения начал появляться буквально 50 лет назад. И здесь несколько классов таких больных, люди с наследственными сильными дефектами иммунитета, которых уберегли от смертельных инфекций, выясняется, что у них повышается риск заболеть опухолем, которые вызываются, долгое время говорили ассоциированы с, пока не выяснили механизм, именно это работает. Сейчас уже точно вызываются онкогенными вирусами. Самый важный онкогенный вирус, перечисленный, вирус Эпштейна Бар, который у детей инфекция протекает бессимптомно или похоже на простуду, у взрослых это такая болезнь инфекционный мононуклеоз, то, что в Америке называется кисин в зависимости от того, насколько сильно в социуме принято зацеловывать младенцев, у нас целуют больше, поэтому у нас это редкая вещь, многие врачи даже не сразу ее распознают, а в протестанской культуре целуют меньше, и там с первыми поцелуями довольно часто подростки этот вирус получают, и это болезнь лучше известна. Пока иммунная система здоровая, человек безсимптомно всю жизнь с этим вирусом ходит, если иммунитет подавлен, то повышается риск Б-клеточных лимфом. Вирус гепатита Б на самом деле с очень большой вероятностью приводит к раку печени просто очень нескоро. Там инкубационный период порядка 20 лет. Но в общем если человек люди больные гепатитом Б часто ведут не очень здоровый образ жизни и не всегда до рака печени доживают. Если доживают, то это случается. Вирус пупилом человека это как выяснилось основная причина рака шейки матки. И нескольких других видов рака тоже, но это особенно. Такой рак, который если регулярно ходить к гинекологу и вовремя пропилит, он хорошо оперируется, а если прозевать, то очень летальный. цитомегаловирус, который вылезает у саркома капуши, у пациентов с пересаженными органами, тоже интересно, что в 83-м году эту группу обозначают как пациент с пересадкой почки, потому что другие органы с почки начали, и на тот момент только по почке была статистическая информация. А вот это вообще мое любимое, просто поразительно, как фразу гомосексуалисты могли допустить в американский журнал, но надо вспомнить, что 83-й год это как раз год открытия вируса ВИЧ. То есть феномен был широко известен, знаменит, но не было известно, почему это происходит. И ученые честно, что знали, то написали. Это вот приобретенный иммунодефицит. Сам вирус ВИЧ неонкогенный, может быть чуть-чуть, но в целом нет. Но он убивает Т-хелпера, отключает адаптивный иммунитет, и на этом фоне проявляют себя другие онкогенные вирусы. Вот значит вирус папиллома человека это история успеха. Вот Гарриц Сурхаулин, который в 2008 получил Нобелевскую премию, он большой друг России, несколько раз здесь бывал, читал лекции. Он на фестиваль науки он был. Да, прижал на фестиваль науки, прижал к нам в программу онкармонологии. Вот значит премия 2008 года, естественно открытие это довольно глубоко в 20 веке, когда появилась молекулярная биология и стало возможным поискать кусочки генома вируса в клетках. Он был там найден и на основе этого открытия биотехнологи сделали вакцину, которая оказалась очень успешной. Значит, здесь, как и с другими онкогенными вирусами, в большинстве случаев все нормально. То есть, после заражения происходит иммунный ответ и организм излечивается. Но с некоторой вероятностью вирус может строиться в геном. У него есть гены, которые стимулируют клетки к размножению. Соответственно, эпителий начинает разрастаться, разрастаться, и это повышает риск онкогенных мутаций. Не сильно, но достаточно не гарантированно. Как с любыми канцерогенами, рак редко бывает гарантированным, потому что наши клетки очень хорошо защищены от онкогенной трансформации. Мы крупные животные, мы живем долго, мы теплокровные, если бы наши клетки легко уходили в докачный рост, мы бы просто не доживали до репродуктивного возраста. Это трудно сломать, но с некоторой вероятностью это ломается вот таким очень длинным инкубационным периодом от 10 до 30 лет, и если обухой прозевать, когда клетки трансформировались и начали прорастать соседние органы, это очень летальное заболевание, или на некоторой стадии очень сильно инвалидизирующее, женщины не хотят делать такие тяжелые операции, но в общем гораздо лучше от этого уберечься, и вот прекрасно есть вакцина, на самом деле не одна, видов вируса много, самый онкогенный это вот так называемый 16-18, две вакцины сейчас в России зарегистрированы, но они у нас не входят по-моему в календарь не входят вот в Америке входят но можно отказаться но входят с календарем прививок проблема такая что как мне объясняли люди которые этим пытались заниматься что в Европе доза вакцины стоит 6 евро а доезжая до России почему-то начинает стоить 200 и такую разницу государство оплачивать не готово то есть идет об этом разговор давно но при желании можно сделать за свои деньги за свои деньги какие-то бывали программы бесплатной вакцинации это не какие-то безумные деньги стоят 200 евро можно себе позволить в молодом возрасте тут важно это сделать до контакта с вирусом то есть он передается половым путем поэтому если половых контактов не было то ВПЧ у вас нет и в принципе можно прививаться в любом возрасте нельзя прививаться неэффективно прививаться маленьким детям потому что там другие свойства эпители и как-то это плохо сработает по-моему в Америке 14 лет если я не ошибаюсь но вот у нас с 9 до 26 может быть сейчас что-то изменилось последний раз когда я это выяснял просто никто не проверяет антитела не делает никаких тестов просто строго по паспорту смотрят и в этом в этом диапазоне рекомендуется профилактическая прививка и эти два вот эти два значит это не единственный онкогенный штамм поэтому полная защита это не дает это снижает риск заболеть на 70% в Европе сейчас есть 4-х валентная вакцина которая вроде бы с какой-то скоростью вроде бы едет к нам постоянно идут разговоры о том чтобы сделать отечественную насколько я знаю пока никто не сделал но несколько значит центров хотят и готовы за это взяться но на самом деле мы на вакцинах от ковида видели проблему что если есть уже хорошая действующая вакцина то догонять очень сложно потому что вакцину невозможно зарегистрировать возможно но по-хорошему нет зарегистрировать без обширных испытаний третьей фазы для которой нужны добровольцы большое количество большое количество добровольцев и по-хорошему нужна группа плацебо а делать группу плацебо в ситуации когда уже есть вакцина неэтично поэтому такие испытания просто а непонятно как б очень дорого организовать поэтому здесь есть такой барьер что когда вакцина уже есть то есть если делать отечественную ее нужно делать как минимум лучше этих не просто догонять а перегонять и уже несколько лет назад прошло испытание 9-ти валентная вакцина которая от этих двух защищает также хорошо защищает еще от остальных практически от всех онкогенных штаммов а там ожидаемая защита больше 90% вот вот это значит вещь которую рекомендуется сделать девочкам и на самом деле мальчикам тоже потому что мальчики ведут себя эгоистично не думают об этом потому что сами практически не болеют рак полового члена тоже бывает по этой причине но на несколько порядков реже очень редкое болезнь но переносит точно так же значит в отличие от ВПЧ другой онкогенный вирус гепатита В есть в календаре прививок и все что нужно это просто следует календарю и на самом деле во взрослом возрасте в рекомендованный момент проверить иммунитет и ревакцинировать вот этого почти никто не делает а надо бы на самом деле потому что как мы то опять же знаем теперь иммунитет имеет свойство падать он состоит не только из антител но тем не менее от Эпштейна Бар и цитомигаловируса вакцин нет над ними работают и есть разные подходы пока насколько я знаю нет даже хорошего прототипа соответственно с ними ничего особенного не сделаешь нужно просто поддерживать себя в здоровом состоянии а если есть иммунодефицит то уберечься его как я уже говорил ВИЧ сам по себе не онкоген но вызывает уничтожение иммунитета если не лечиться к счастью от ВИЧ сейчас есть вполне эффективная терапия вот значит теперь давайте поговорим про Нобелевскую премию это вот Джеймс Эллисон Тасука Хонзя да премия 2018 года картинку надо рассматривать вот так по часовой стрелке по стрелочкам вот у нас есть злокачественная опухоль видите она так нарисована отвратительно в данном случае меланома рак кожи проросший уже так сказать вниз то есть соответственно злокачественный и вот АПС это антиген презентирующая клетка которая реагирует на вот то самое хроническое воспаление раковые клетки повреждают ткань во время роста они умирают сами и здесь иммунная система чувствует что происходит что-то не то и она реагирует в принципе как на обычную инфекцию и вот здесь ключевой элемент реакции это антиген ТАА по-английски Tumoracy Associated Antigen что-то что отличает раковую клетку от нормальной оно всегда есть потому что чтобы вот так начать себя зловредно вести клетка должна сильно изменить программу работы своих генов и тот спектр белков который она который у нее есть который она экспрессирует она должна сильно измениться и некоторые из этих изменений становятся вполне значит чужеродными с точки зрения иммунной системы вот это точно так же проходит реакция при попадании бактерий в царапину тоже воспаление на воспаление вот эта дендритная клетка отростки дендритики дендритная клетка она на нее реагирует она захватывает какой-то материал из бактерий или в данном случае из раковых клеток переваривает ее внутри и вот этот фрагментик это уже небольшой получается пептид десяточек аминокислот маленьких фрагмент белка который она выставляет на своей поверхности в составе специальных молекул MHC Major Historic Compatibility Complex главный комплекс гистосовместимости это вот такие молекулы которые есть практически на всех клетках нашего нет это уже детали в которые мы 45 минут не сможем влезть в общем это способ для клетки показать что у нее есть внутри для продемонстрировать кто она собственно да они бывают двух типов на MHC первого типа все клетки показывают просто что у них есть внутри даже свое собственное а вот эти профессиональные антигенопрезентирующие клетки которые заняты заглатыванием чужого они на MHC второго класса показывают что они заглотили и это значит вот эта структура комбинация молекулы MHC с пептидиком с фрагментиком белка распознается рецептором Т-лимфоцита вот среди они все очень разнообразные при помощи необычайно элегантного механизма генерируется огромное разнообразие миллиарды и миллиарды вариантов случайных и среди среди этого разнообразия с некоторой вероятностью на какой-то значит из пептидиков из опухоли находится рецептор который вот эту комбинацию узнает и это все происходит в лимфоузле все по всему нашему телу расположены лимфоузлы лимфатической системы нас пронизывают параллельно с кровеносной и из любой ткани тканевая жидкость без эритроцитов оттекает или как говорят дренирует происходит дренаж в ближайший лимфатический узел который является местом встречи разных иммунных клеток вот в частности пришедшая сюда дендритная клетка взаимодействует с болтающимся здесь наивным теллимфоцитом который еще не знает что ему суждено это распознать и вот при таком распознавании происходит происходит активация очень важный компонент активации без которой это не работает это костимуляция если бы вот этого одного взаимодействия было достаточно для иммунного ответа то у нас было бы много аутоиммунных реакций вероятность того что это произойдет случайно она вполне приличная чтобы это контролировать как с ядерным теллимфоцитом вообще страшная вещь когда он активировался и нацелился на клетку у него есть целый арсенал для того чтобы ее убить и страшное оружие если вы не контролируете поэтому как с ядерными ракетами здесь работает правило двух ключей кроме вот этого молекулярного узнавания должен быть сигнал о том что что-то было не в порядке вот здесь и этим сигналом является вот такая дополнительная молекула тут CD CD86 или B7 она называется их несколько разных есть но вот это основная пока дендритная клетка не активирована соответствующий ген не работает и этого белка нет но после того как он получил сигналы через разные рецепторы воспаления и осознал что что-то там не так он начинает эту молекулу экспрессировать и эту информацию с собой приносят в лимфоузел на Т-клетке есть ответная молекула CD28 которая она здесь так сбоку потому что в данном случае она заблокирована при нормальном умном ответе вот этой молекулы вот этого тормоза СТЛА4 его нет и CD28 распознает вот этот комплекс CD86 внутри клетки тоже исключительно изящным способом внутриклеточные сигналы в неком месте сходятся разные молекулярные группки складываются как надо и Т-клетка получает сигнал что это правильный ответ на который нужно активироваться поделиться из одной Т-клетки получается миллион или больше это уже целая армия которая значит готова которая потом возвращается обратно вот это вот это место это та же самая опухоль крупным планом после того как Т-клетка в лимфоузле поактивировалась и вернулась обратно и в случае нормального иммунного ответа если это бактериальная царапина значит тормоза нет Т-клетка распознает на значит в данном случае это была бы зараженная внутриклеточной бактерией какой-нибудь там листерия например зараженная клетка на которой представлен тот же самый кусочек вот это он же фрагментик который распознался бутыклеточным рецептором и все было бы хорошо но здесь вот там нарисован еще один механизм торможения кроме того что в центральном месте встречи в лимфоузле может работать вот этот тормоз сетилоид 4 сама клетка тоже может посылать сигнал что не надо меня убивать и для этого сигнала у Т-клетки тоже есть рецепторы нормальная Т-клетка значит она в принципе готова не убивать если об этом скажут вот это сигнал о том что убивать не надо оба этих сигнала значит один из нобелевских лариатов открыл сетилоид 4 другой открыл педи 1 вот за эти две молекулы дали нобелевскую премию и обе этих молекулы это нормальный компонент нормального иммунного ответа если сделать мышей мутантных по тому или по другому у них будут большие проблемы с аутоиммунитетом у них иммунный ответ не будет вовремя тормозиться будет возникать там где не надо вот раковые клетки просто то есть это тормоза иммунного ответа это нормальные тормоза иммунного ответа которые при значит при развитии опухоли начинают задействоваться вот эти значит сетилоид 4 бывает не только на тех клетках которые убивают опухоль но еще на так называемых регуляторных клетках внутри опухоли так все вот это иммуносупрессорное микроокружение организовано что возникает много этих регуляторных клеток и соответственно избыток сетилоид 4 а сами раковые клетки а также находящиеся здесь иммунные клетки макрофаги например которые тоже так сказать испорчены действием общением с ними тоже иммуносупрессивные на них на них появляется вот этот пятидеадин легант который сообщает т-клеткам что не нужно не трогайте нас вот и соответственно отключить тормоза можно при помощи антител ну вот собственно это чекпоинт вот вот ПД ПД или 1 или ПД1 и сетилоид 4 это чекпоинты а антитела это ингибиторы чекпоинтов антитела это тоже нормальный компонент иммунной системы это то что нам дает защиту в результате правильного иммунного ответа или действия вакцины это вот то что мы меряем в ответ при изучении нашего ответа на ковид в частности а это геноинженерные антитела которые ученые взяли выяснили получили сначала клетки которые производят антитела которые узнают нужную молекулу проклонировали гены этих антител вставили их в специальную конструкцию нарастили в больших чанах значит эти самые антитела как химическую субстанцию почистили проверили расфасовали по ампулам и отдали врачам это большая индустрия которая сейчас во-первых уже хорошо работает и во-вторых тоже продолжает переживать революцию за революцией по классике и эти вот антитела за которые дали нобелевскую премию они еще делались по так называемой гибридовой я хотела сказать что за три года так все изменилось за два с половиной фантастически изменилось когда дали эту нобелевскую премию это было еще вот только-только так сказать обоснованно входило а сейчас уже нет но уже уже было уже было много всяких терапевтических антитела в практике в общем технологии достаточно старые но сейчас почти рутинно уже сейчас почти рутинно и главное что очень ускорилось потому что по классике это так называемая гибридовная технология когда нужно сначала иммунизовать мышей потом проклонировать гены оттуда потом переставить кусочки антител в ген антител человека это была уже тоже работающая технология но достаточно длинная и сложная а сейчас перешли на так называемые single-cell sequencing когда вот антитела которыми вылечили трампа и аналогичные антитела в россии сделали там это все занимает буквально месяц берут б-лимфоциты у пациента прямо их засовывают в прибор который умеет определить гены отдельно взятой клетки сразу секвенируют гены кодирующие тяжелые легкие цепи клонируют и сразу готово полностью человеческое антитело не иммуногенное какое надо которое можно сразу засовывать в клетки продуценты начинать делать это успехи последних нескольких лет еще буквально несколько лет назад этого не было понимали что это надо сейчас технология уже добралась до того что это стало практически рутинным по крайней мере передовых лабораториях технологических это люди делают быстро вот значит на следующей картинке тут уже без анатомической раскладки и с некой условностью то есть мы понимаем что вот это взаимодействие происходит в лимфоузле а вот это в опухоли очень часто все это рисуют вместе для компактности здесь у нас что есть у нас во-первых есть коммерческие названия этих самых ингибиторов антитело против сетиле 4 и пилимумаб оно исторически самое первое получило одобрение FDA но оно в качестве лекарства похуже потому что его применение сетиле 4 более системная молекула она действует в лимфоузлах и соответственно более системно отключает иммунитет и у него больше побочных эффектов с большей вероятностью всякие аутоиммунные неприятности возникают в этом смысле PD-1 мишень получше и значит на нее все набросились вот есть целых шесть раз-два пять сейчас ну неважно в общем шесть препаратов против либо леганда либо рецептора это неважно чтобы разорвать из двух молекул можно блокировать либо одно либо другое да кроме того здесь значит обозначены всякие другие перспективные мишени причем некоторые из них нужно блокировать а некоторые нужно индуцировать есть еще целый набор ингибиторов с которыми чекпоинтов с которыми активно работают вот тут всякие ничего не говорящие названия цитокины вот в частности интерферон гамма очень важен для того чтобы уничтожать раковые клетки и бывает что этот путь дефектный то есть если если раковая клетка сломала в себе ответный интерферон гамма то ингибиторы чекпоинтов на нее не особо подействует к этому сходу не придумаешь лекарства но это полезный диагностический признак то есть это можно проверить и если такая поломка есть то нет смысла понять просто на какой стадии находится да нет смысла такого пациента лечить этими блокаторами вопрос кому давать значит если давать начали все это с меланомы меланомы вообще традиционно с самый с большим запасом самый популярный вид рака для всяких иммунологических упражнений потому что она вне много мутаций она иммуногенная и она на поверхности легко легко брать образцы брать клетки и так далее если применять эти самые ингибиторы ко всем пациентам с метастатической меланомы подряд то процент ответа будет не очень высокий то есть здесь и баланс между излечением и опасными для жизни аутоиммунными проявлениями не факт что будет в пользу больных то есть здесь нужен очень желательно подбор подходящих пациентов и вот самый хороший маркер который сейчас просто уже рутинно в клинике используют как однозначное показание к назначению это нестабильность микрофицилидных повторов значит у нас в геноме есть такие вариаторы чередования двух нуклеотидов какой-нибудь АС 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 когда происходит деление клеток и ДНК полимеразии нужно это последствия воспроизводить она легко может вот так вот сдвинуться на два и появится дополнительная повторочка или исчезнет это придаёт специфичность особям это да это придаёт специфичность совершенно верно на микрофицилидных повторах когда в здоровом геноме количество микрофицилидных повторов очень стабильно оно наследуется оно у всех разное и это как раз один из просто как как идентификатор работает да 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 в криминалистике в генетике но значит если поломана система репарация ДНК и стабильность генома поддерживается хуже то количество повторов начинает меняться прямо определение раковых клеток и таких опухолей меньшинство их больше всего при раке кишечника и они встречаются в самых разных типах опухолей но с меньшей вероятностью это опухоли у которых процесс онкогенной трансформации начинается с поломки в механизмах репарации ДНК рано или поздно прогрессирующая опухоль до этого всё равно доходит но если с этого началось то такая опухоль будет себя проявлять тем что у него поплыло количество микрослитов повторов и это достаточно легко можно увидеть и в такой опухоли будет много мутаций вот здесь слева нарисовано нормальный типичная опухоль в которой такой поломки нет и опухоль с высоким количеством повторов и соответственно с дефектом мисмач то есть мисмач с дефектом репараций не спали нуклеотиды при делении таких раковых клеток будет получаться много мутаций в результате мутации будут появляться новые фрагменты белков которых раньше не было которые могут распознаваться как чужеродные и вот таких опухоли ассоциированных антигенов будет существенно больше и соответственно т-клетки будет за что зацепиться а это важно из-под из-под иммунной атаки которая нацелена на единственный антиген а у неиммуногенных опухолей очень часто бывает что вот через этот фильтр индивидуальных молекул MHC репертуар т-клеток и всего остального не проходит вообще ни одного хорошего иммуногенного опухоли или проходит реально один и это видно и на человеческих опухолях и на мышиных моделях что из-под атаки на единственный антиген опухоль довольно легко уходит она просто делает еще мутацию в нем и все а когда их несколько когда много совершенно другая ситуация такая же совершенно стратегия в жесткая антиретровирусная терапия которым ВИЧ лечит там целых три мишени из-под них вирус не может уйти здесь идеология такая же и при блокировке ПД-1 в такой ситуации получается хороший ответ вот если если отобрать только такие меланомы то там совершенно фантастический процент ответа как-то отвечает чуть ли не 90 процентов и десятки процентов достигают длительной ремиссии что для метастатический меланом это просто чудо когда врачи это увидели они были в совершеннейшем шоке потому что это очень очень злобный рак который в общем если 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 вовремя удалить нехороший родник то удалили забыли а если прозевать и дойти до стадии метастаз сколько-то сколько-то можно протянуть на химиотерапию но немного до появления вот этой иммунной терапии это был практически приговор а сейчас люди реально излечиваются такой стандартный так сказать стандартно временной окно это пять лет если если за пять лет не не возникла рецидив то с большой вероятностью и дальше еще не гарантированно но это уже вот рассматривать 20-й год да обзор 20-го года а в семнадцатом году тест на вот эту нестабильность микросцелита был одобрен как тканево тишиогностика это по-английски то есть независимо от вида рака это очень важно потому что даже опытные врачи иногда путаются объективно под микрософом плохо видно что это за рак и в медицинской рутине это неудобно когда нужно не любят персонализованную терапию а когда можно независимо от вида рака сделать один единственный тест и сразу понять что применять это шикарно вот но к сожалению этот маркер пока такой один и значит он подходит для меньшинства опухолей всякие другие маркеры которые рассматриваются их множество мы не будем пытаться все все читать мы обратим внимание на эту табличку значит валидирован ли маркер в третьей стадии в третьей фазе большинство нет но вот значит то что валидировано то что реально полезно это экспрессия леганта для педиа-1 очевидно чтобы можно было блокировать нужно чтобы было что блокировать интересно что в начале думали что нужно чтобы этот легант был на большинстве раковых клеток и ну чтобы так сказать ответ был это смотрят просто на срезе окрашивают на я картинку не вставил окрашивают на соответствующую молекулу и там считают сколько на скольких клеток есть окрашивание сначала думали что важно чтобы было на большинстве оказалось что для многих опухоли достаточно где 5 а где даже 1 процента клеток просто чтобы запустить иммунный ответ а дальше значит ожившая иммунная система начинает убивать и соседние клетки тоже и вот это tumor mutation burden это мутационная нагрузка это делается при помощи секвенера значит это иммуногистохимия классическая то что называется на стеклах а мутационную нагрузку сейчас смотрят секвенируем нового поколения это значит уже недорого да это уже на потоке ну практически ну почти почти да это там сложная бинформатика там нужна квалификация там едино косячить но это 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 работает то есть секвенирует геном пациента геном опухоли сравнивают и смотрят сколько сколько мутаций сколько из них подходят для потенциально для распознавания клетками и значит ну или в первом просто сколько мутаций у например у всяких раков по-моему на следующей картинке да вот это значит картинка которую любят показывать она такая сложная значит здесь одна точка соответствует одному пациенту у которого секвенировали геном самого пациента геном опухоли и посмотреть сколько мутаций каждый столбик это какой-то тип рака и соответственно они отсортировали стрелочка это средняя сколько в такой сколько в среднем в таком типе рака есть мутаций в пересчете на вот значит на миллион нуклеотидов соответственно что тут видно во первых видно что для каждого типа рака есть большой разброс на несколько порядков и что между разными типами рака тоже есть разброс на несколько порядков вот в правой части у нас высокому мутированные опухоли и видно что все в общем меланома чемпион меланом абсолютно чемпион а следом естественно рак легких у курильщиков а меланом ультрафиолет да то есть вот все значит опухоли которые возникают под действием канцерогенов они все сгруппированы в этой части меланома чемпион рак легких у курильщиков и у не курильщиков очень сильно отличается по количеству мутаций вот а в этой в этой стороне у нас в частности много всяких раков крови которые обычно возникают одной хромосомной транслокации там мутации мало и соответственно на разные классы опухоли нужно направлять разные виды терапии и вот эти иммунотерапии иммунотерапии с блокадой чекпоинтов надо наиболее эффективно будет вот здесь вот этот зубодробительный слайд это про вакцину значит это из статьи семнадцатого года то есть относительно недавно с вакцинами несколько десятилетий упражняется как я говорил без особенного эффекта и постепенно дошли вот до такой персонализованной технологии когда берут образец из опухоли отправляют на НЖС секвенирование на то самое посмотреть tumor mutation burden определяет мутация прогоняет их через сложный многостадийный биоинформатический фильтр чтобы найти наиболее перспективное где кодируются измененные пептидики которые именно в тех молекул гистосовместимости которые достались именно этому пациенту наиболее хорошо в них лягут еще будут наружу торчать таким наиболее симпатичным образом что особенно покажут привлекательным металлимфоацетом составляют список из десяти наиболее подходящих не у каждого пациента десять находятся у некоторых получается таких вот с хорошим предсказательным скором подобрать меньше десяти у некоторых заполняется десятка конструируется значит геноинженерный конструкт где соответствующие пептидики друг за другом вот так встык по пять штучек кодируется синтезируется РНК специальным образом модифицированное чтобы вызывать как раз РНК сама по себе является очень сильным иммуногеном потому что клетка думает что это вирус если синтезировать совсем просто не модифицированную РНК то она просто остановит в клетке всю трансляцию потому что клетка подумает что бешеным вирусом заразили вот эта технология тоже довольно много лет исследовали делают химически модифицированные нуклеотиды привешивают специальную модификацию на начало добиваются такой оптимальной иммуногенности чтобы иммунная реакция была слишком сильная производят по специальной чистой технологии тем или другим способом запакованные частички и вводят пациенту несколько раз вызывая стимулируя иммунный ответ против соответствующих этих самых против соответствующих ну то есть это вакцинация как терапия не как предупреждение это 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 безнадежно больные пациент с метастатической меланомой которые продолжают получать еще стандартное лечение но прогноз уже летальный это вакцинация как стимул для иммунной системы не как профилактика это это терапевтическая вакцинация терапевтическая вакцинация за которую раковые иммунологи много лет боролись и вот здесь здесь было там 17 человек несколько из которых то тоже это работает не для всех но несколько пациентов значит достигли многолетнего многолетнего стабилизации состояния а лучше всего сработало на тех которым добавили блокатор pd1 и это исследование оно само по себе многолетнее статья 2017 года то началось оно минимум лет пять до того а первые блокаторы pd1 были одобрены в 14-ом соответственно если статью почитать там pd1 используется еще как незарегистрированные лекарства но на индивидуальном пациенте которого нет это в америке называется compassionate use и если все равно уже поможет то можно и и вот там вот там вот прямо видно хорошо из этой статьи что именно комбинация вакцины персональной вакцины с блокаторами иммунологических чекпоинтов работает особенно хорошо там одного или двух совсем безнадежных человеками метастазы по всему телу вытащили с того света да и значит особенно будет интересно что люди которые это сделали это те самые сахины и ту речи которые разработали фазерскую вакцину то есть к моменту начала пандемии они были подготовлены у них уже было стратегическое они сами немцы немецкая компания у них уже было стратегическое партнерство с фазером уже все было налажено вот и оставалось только вставить в конструкт гена гена с белка и и двинуться вперед если как у нас со временем ну вообще-то уже поджимает поджимает ну уже не так много осталось значит и если Т-клетка для Т-клетки не находится хорошего натурального леганда в виде иммуногенного пептида на HLA что довольно часто бывает вот нет подходящих опухолей то Т-клетку можно попытаться перенаправить это так называемая карти технология над ее авторами просто громко смеялись гранты не давали потому что никто не верил что это может работать люди придумали взять внутриклеточную часть от Т-клеточного рецептора а снаружи проделать распознающий участок какой-то другой такую совершенно химерную молекулу засунуть в Т-клетки и заставить Т-клетки на нее реагировать оказывается что если все сделать правильно то это работает то есть берут у человека Т-лимфоциты вводят тем или другим способом в него этот самый химерный антигенный рецептор и вводят эти клетки обратно если все правильно сделано то они атакуют какой-то непредназначенный исходный для Т-клеток антиген на раковых клетках и достигают излечения на мышах совершенно чудодейственные вещи творят какие-то логические схемы у человека пока все более скромно три зарегистрированных карти в Америке карти терапии все три направлены на одну единственную молекулу СИИ-19 и это объясняется биологией Б-клеток СИИ-19 это молекулы которые в течение основного жизненного цикла Б-лимфоцитов на них обязательно экспрессируется она она помогает Б-клеткам распознавать то что они распознают без нее Б-клетки не бывает но ее нет на раннем предшественнике Б-клеток и ее нет на финальном продукте плазматической клетки которая уже отправилась в костный мозг там сидит и производят антитела поэтому нацелив на СИИ-19 какой-то цитотоксический агент это не только карти клетки могут быть это могут быть просто терапевтические антитела которые так связываются что вызывают гибель Б-лимфоцитов можно убить не только опухолевые Б-клетки но и вообще все зрелые Б-клетки в организме и благодаря тому что останутся плазматические клетки которые несут в себе всю нашу иммунную память и производят защитные антитела против кори против всего с чем встречались они останутся целыми а из оставшихся целыми предшественников через несколько недель разовьются новые Б-клетки но если мутация из-за которой произошла опухоль случилась где-то на более поздней стадии развития то если все будет сделано хорошо и повезет то из предшественников уже не разовьются опухолевых Б-клеток или по крайней мере их станет намного меньше то есть эта терапия на удивление хорошо переносится но вот эта эта мишень уникальна тем что она в общем не то чтобы раковая это маркер нормальных клеток просто эти клетки устроены так что ее можно эффективно применять использовать да всяких мыслей подходов и экспериментов куда еще можно применить карти абсолютное море но пока вот это то что есть в России еще все жестче потому что по имеющимся законам можно использовать карти только зарегистрировать как лекарство зарегистрировать как лекарство можно только то что не закрыто патентом а патентом не закрыты только вот базовые карти против СИИ-19 сейчас над этим в нескольких местах люди работают запущенные программы общаются с чиновниками двигаются в направлении того чтобы хотя бы это стало легальным но это будет вот базовая вещь против баклеточных лимфом и все всякие экспериментальные значит экспериментальные вещи останутся в каком-то не очень понятном легальном поле но конечно как надо в направлении двигаться значит карти может не работать по разным причинам бы клетки могут опухоль может просто потерять экспрессию СИИ-19 а можно при значит трансдукции этого самого химерного рецептора случайно заразить клетку опухоли рецептор свяжется с СИИ-19 сам с собой закуклиться вот так и такая клетка станет значит тоже устойчивая терапия то есть это работает не всегда еще одна проблема это то что такое необычное взаимодействие с большим количеством иммунных клеток вызывает сильное воспаление может вызвать стокиновый шторм значит при карте терапии могут быть опасны для жизни осложнения и еще одна проблема у человека может не быть достаточного количества клеток хорошего качества собственных собственных если это уже сильно пролеченный иммуносупрессированный пациент или если это ребенок вот на следующей картинке такой глубоко геноинженерный продукт Т клетки карти клетки сделаны не из клеток пациента а из каких-то абстрактных клеток в которых уничтожено несколько генов вставлен несколько дополнительных генов и вставлен специальный ген для их убийства то есть это рассчитано на то чтобы там месяц они поработали против лимфомы потом их самих убьют и задача привести пациента в порядок чтобы он дожил до следующей пересадки космомозгу то есть стандартный на самом деле способ лечения лимфом у детей если они не поддаются лекарственному лечению это замена космомозгу летальная химиотерапия с облучением и пересадка стволовых корритворных клеток вот это из конкретной пациентки из статьи картинка один раз делали аллогенную пересадку костного мозга а это генетический анализ на опухоль видно что она никуда не ушла и значит девочка просто уже умирала была в очень плохом состоянии тоже в компэшн это варианте попало в прессу применили вот эти с полки корритворные клетки они убили опухоль и потом через значит какое-то количество времени она эта опухоль просто уничтожала всю и корритворную систему и все после ухода опухоль девочке стало немножко получше она смогла пережить вторую трансплантацию костного мозга которая прошла успешно и вот насколько я знаю до сих пор она жива с вот это и это сейчас по прежнему пятнадцатый год новость сейчас 21 это по-прежнему еще проходят клинические испытания все медленно вот но есть значит всякие интересные возможности и вот последняя картинка про про микробиоту это вот совсем свежие статьи буквально февраль ну вот это ну вот это а вот кстати смотрите два года мурыжили не могли поверить прислали в ноябре 19 ну да полтора года вышло вот в марте я при подготовке к лекции ее нашел значит слева две статьи то что называется back to back из одного выпуска science две статьи об одном и том же что пересадка или как говорят трансплантация трансплантация очень обижаются гематологи трансплантологи это их монополия да вот поэтому ну а как это назвать ну имплантация в общем перенос перенос здоровые микробиоты очень много от чего помогает волшебно помогает от значит некоторых не поддающихся лечению воспалений кишечника как известно и вот оказывается помогает помогает против помогает улучшить ответ на блокировку PD-1 и вот эта статья то есть это как дополнительный метод все таки к блокировке конечно сама по себе нет но нормализует нормализует значит происходящие иммунные процессы и возможно это связано со статьей справа здесь вообще удивительная вещь про которую я спрашивал специалистов они говорят что об этом мало чего известно не особо об этом думали до последнего времени оказывается довольно часто опухоль перестает быть стерильной она заселяется бактериями причем это имеет место не только для опухоли на поверхности как меланома но и для внутренних органов тоже то есть это и в опухоли печени еще где-то могут обнаружиться бактерии которые как-то попали разнообразные некий микробиом возникает в опухоли свой да и выясняется что пептиды фрагменты белков из этих бактерий попадают на антигенпрезентирующие клетки вот на на первую картинку которую мы рассматривали дендритные клетки которые смотрят что там не в порядке и что-то цеплять ей в каком-то смысле все равно что цеплять если там окажется бактерия она уцепит их и притащит с собой в лимфоузел пептиды из бактерий которые наверное тоже могут как-то активировать т-клетки т-клетка которая узнает бактериальный пептид она может быть не как бы она не сможет убить раковую клетку но она может быть как-то активируется то есть явно это как-то может завязано как-то да да может быть завязано и может быть даже напрямую завязано на эффекты трансплантации микробиот потому что нормализация нормализация микрофлоры может влиять и на микробиом это вот совсем свежие вещи очень очень интересные и далеко не единственные просто до бесконечности можно рассказывать про всякие новые вещи которые еще еще не вставил скриншот из пугмеда если посмотреть по ключевым словам сделать поиск значит раковые иммунологии и набор топовых журналов селл сайенс им юнитип нас много лет оно было вот так вот вот так вот как-то что-то а вот примерно там с 30-х годов вот такой экспоненциальный рост до сих пор очень живем очень интересные времена спасибо большое Дмитрий Владимирович спасибо очень интересно по скриптуме я пользуясь случаем хочу то есть не могу не спросить вас о центре высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины руководителем которого вы являетесь этот центр был создан совсем недавно для реализации программы развития генетических технологий на 2019 и 27 годы да да и написано еще в источниках информационных что он является частью проекта по созданию и развитию научных центров мирового уровня что сегодня вот сегодняшний день центра как как он живет как вы живете чем занимаетесь вот сейчас работаем значит часто нас все время пытаются перепутать с каким-то юрлицом или вновь построенным зданием это не так конкурс конкурс был так организован что там три центра и каждый центр это консорциум из уже существующих организаций значит мы представили самую сильную программу в области генетических технологий для медицины соответственно вот это поручено и мы это институт молекулярной биологии имени гельгарта это пироговский да наши соседи соседи институт биологии гена второй мед или ранимой имя пирогова и центр физико-химической медицины фмба значит мы из тех трех центрах которые были созданы мы самое географически компактно мы по крайней мере в одной части москвы примерно находимся от одного до другого хотя бы можно и успеть доехать а остальные два центра разбросаны по разным часам и поясам вот но стараемся работаем у нас программа работа она так структурирована в виде большого количества проектов или мероприятий по которым нашей задачей является развитие технологии генерации новых знаний которые трансформируются в публикацию статей но первое что приходит в голову Криспор КАС-9 да и геномные редакторы конечно геномные редакторы занимаются много кто Денис Ребриков один из со-руководителей да Денис Ребриков со-руководитель что он был в этой программе рассказывал соответствующего центра в Пироговке у них есть есть мероприятия по улучшению точности редактирования одним способом мероприятия по улучшению точности редактирования другим способом есть в институте биологии гена третьим способом есть у нас ВМБ всем известны мечты Дениса Владимировича ну да отредактировать эмбрион этого в программе центра нет потому что он кстати у нас тут и говорил то есть у нас программа была не про это но я спросила это пока не будет всех разрешений технологии пока все не проверит он этим не займется конечно конечно но мечтать то можно мечтать то можно нет у него были красивые мечты вот у них у них самый значит самый яркий и продвинутый проект это конечно антитела против болезни Бехтерева они это делают совместно с биокадом и они находятся на продвинутой стадии они сейчас набрали уже людей на первую фазу клинических испытаний это абсолютно революционная вещь потому что так никто в мире не делал то есть это это абсолютно неизлечимая болезнь да есть надежда что ну причину этой болезни это все равно не устраняет но по результатам по предварительным результатам есть надежда что один укол этих антител будет давать облегчение на несколько лет и главное что не будет в это время не будет происходить дальнейшей инвалидизации да будет даже происходить улучшение потому что это хрящевая тканина обновляется мы так сказать это не наш генцентр придумал мы просто гордимся тем что имеем возможность это развивать это продукт работы примерно 15-летней команды Сергея Анатольевича Лухьянова которого сейчас дошел до клинического продукта но вы в тесном контакте с клиниками работаете то есть вы не сами по себе башни из слоновой кости это абсолютно не такая вещь в данном случае это еще есть опосредованность через клинического через индустриального партнера то есть ребриков секвенирует а биокат организует испытания и биокат решает таких клинических потому что это организация клинических испытаний просто отдельная отдельная профессия биокат это лидер тоже у нас да да и они вот такие очень научно ориентированные именно в этом направлении имеют очень я не случайно спросила про сегодняшний день потому что центр рассчитан надолго да нет смысла глобально сейчас ВМБ у нас хороший хороший прогресс с анкалитическими вирусами я знаю Петр Михайлович у нас выступал неоднократно он про сотрудничество с биокатом рассказывал нет по-моему тогда это его еще не было вот оно сейчас началось нет это было несколько лет года два назад они с парой значит они взяли три его вируса проверили на на клетках и на мышах и два из трех у них в мышиной модели уничтожают метастазы клеток ракомолочной железы мыши есть мыши но это 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 очень хорошее они заинтересовались будут значит делать из них клинический продукт доводить до до клиники потом пробовать его применять в качестве значит сначала дополнительного средства это на много лет но это ну на сегодня это так на сегодня на сегодня на сегодня это так у коллег из ЭБГ очень интересные результаты на мышах на мышах да из биологии гена прогресс на мышиной модели миодистрофии дюшена и всякие технологические улучшения у нас строится во дворе SPF виварий на который все давно облизываются потому что очень очень важно для исследования иметь без бактериальных мышей рядом у себя а втиснуть его в московскую застройку не так просто у ВБГ вот только что запущены микроскопы сверхвысокого разрешения 4 мая будет семинар тоже тоже очень важно это может показаться что это не совсем генетическая технология но после того что-то отредактировали в геноме чтобы посмотреть на последствии очень важно видеть как можно более тонкую структуру вот это первое в России аппарат такого уровня вообще такого класса реально работающий тоже в рамках ген-центра сделано спасибо большое родной стране за поддержку спасибо вам Дмитрий Владимирович за рассказ желаю успеха и центру тоже и всем исследованиям спасибо спасибо вам